хочу еще немножко поднять вот такой вопрос я сам этим вопросом не особо озадачивался но думаю что подумать об этом нужно и подумать об этом нужно многим нужна ли гарантия на мотоциклы баджадж так ли она важна почему я не задавался так сильно этим вопросом когда покупал первый боксер 2017 года потому что я посмотрел в интернете видео про этот мотоцикл я почитал что-то яндексе там в поиске какие-то сайты вылазили и я понял что действительно это нечто новое нечто более качественное ну и поскольку я не сталкивался с китайцами то есть я с ними сталкивался но как дело не доходило до кого-то ремонт у меня он не разваливался в руках я до этого ездил на ёбрике вот и ёбрик мне даже намека не давал на то что там где-то что-то как-то не так и что у меня могут быть какие-то проблемы потому что он уже был не гарантийный я на нем ездил и ну ямаха и ямаха ездит и ездит вот у меня в голове таких вопросов не было попав когда мне в руки попал баджадж боксер я получил его завел тогда я еще думал что возможно я его в кирове покупал за 500 километров за 400 за 500 километров и тогда еще думал что ну да вот новый мотоцикл придет я возьму и поеду съезжу на то через 500 километров 500 километров это еще долго до этого там что-то я и придумаю вот такие мысли у меня были то есть я начал эксплуатировать но эксплуатация пошла очень ровно мне все нравилось мотоцикл никаких намеков не давал практически никакого отличия с ямаха я не видел вот я даже обзор у меня вот первый самый ролик он у меня был о том что я сравнивал его с ямахой юбер 125 и вроде как примерно одно и то же просто дешевле действительно по качеству разницы большой не было он ровно работал он был мощный он все переключатели работали где-то у я там в дождь попал он у меня немножко заедать стал но он подсох и на утро я пришел опять все работает то есть никаких проблем то не было сначала вроде пытались какие-то намеки всплыть на то что что-то не так у него у боксера но нет у него все было так говорили что резина плохая нет оказалось резина замечательная и вообще на баджаджах резина хорошая идет что еврогрип что мрф вопрос о гарантии меня не сильно волновал и я проехал и 500 километров и не съездил в киров на гарантию и тысячу километров проехал и 2 и 3 и 5 прошло и я подумал зачем мне эта гарантия мотоцикл недорогой и так далее так и дело и прошло тем более я узнал сколько эта гарантия стоит чтобы поддерживать это надо чуть ли не четыре с половиной тысячи некоторые дилеры брали тогда за ты о на боксере но это вообще ни в какие ворота там потому что и матюль там и еще что-то у них того вот и надо сказать что этот мотоцикл 2017 года боксер он у нас прошел ну сейчас он уже во владении у другого хозяина у сергея попова вы его все знаете он прошел уже грубо говоря 30 тысяч может и больше я сейчас уже не знаю сколько он там проехал проехал он по сути все это на масле лукойл полусинтетическом 10 в 40 менялась она каждую тысячу полторы вот так вот ну где-то 2000 может там серёга проезжал наверное через полторы максимум по он по моему менял каждую тысячу максимум полторы вот так вот он проехал на нем благополучно около тридцатки серёга даже купил себе эндоскоп туда залез посмотрел там все чисто все нормально ну где-то вот на самой крышечки там вроде немножко чернота есть вот где крышка с цилиндром соприкасается там что-то такое темненько поршень там красивый чистый хон даже заводской видно на самой гильзе он вот эти вот насечки такие все это видно серёга даже снимал в своем путешествии работу карбюратора как по работу двигателя как он у него ровно работает вы послушайте когда он путешествие ездил 1200 километров еще у него тюк 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 как часики работает он прямо сам об этом говорил я говорю я тоже не представлял какие могут быть проблемы с мотоциклом вот то есть тот боксер он до сих пор ездит ему вопросов никаких он уже его там и побил немножко и на джим хане и так далее ну он ездит исправно никаких вопросов не возникает холодную погоду поднял за счету как там подсос запустил он немножко на усиленных оборотах поработал 33 400 убрал он тарахтит 1400 своих оборотов нормально и все у него прекрасно никаких вопросов не возникает то есть гарантия нам не нужна по сути мотоцикл работает и он уже отъездил свою стоимость нужна ли гарантия на мотоциклы баджадж сейчас давайте я покажу мотоцикл будем говорить предметно вот мотоцикл новый нового образца цены на них тихонечко растут качество казалось бы должно быть точно такое же и возможно возможно качество комплектующих возможно такое же но в глаза бросаются такие вещи это ведь не я придумываю вот смотрите седло здесь абсолютно дубовая она уже совершенно не такое как было на боксере на 2017 года на том боксере нет желания сменить седло а здесь желание слезть с этого седла есть потому что она очень твердо дальше здесь работа мотора работа двигателя карбюратор он вызывает вопросы как выяснилось карбюратор здесь стоит уже другой не тот который стоял здесь здесь нет датчика положения дроссельные заслонки он другой немножко измененной конструкции карбюратор даже на официальном сайте баджадж онлайн продаются эти два карбюратора и извините у нас у меня такой мотоцикл такой мотоцикл у нас у товарища у игоря один в один они работают на холостых проблемно не нравится как они греются и никак не что мы с этим сделать не можем мы конечно когда ездишь ты на нем ездишь побольше холостого у него там подкрутил на карбюратор он вроде работает плавают обороты конечно туда-сюда но он вроде работает и ты вроде ездишь и ручку газа поддаешь он вроде ровно работает когда ты на трассе поливаешь вот но на холостых не нравится не нравится как греется это факт есть факт регулировки проводились уже разные и это не только мои слова здесь на украине в украине есть руслан вовчок он у него тоже боксер тоже угэ просто дорожная версия он уже поменял регулировки ему пытались сделать дилер в дилерском центре ничего не сделали в итоге поменяли ему карбюратор по гарантии поставили от предыдущей модели это видно потому что там есть место для датчика положительное положение дроссельной заслонки но его нету то есть фактически наверное это и электропроводки нету это так понимаю карбюратор поставили ему старый и теперь у него все ровно работает аллилуйя понимаете то есть здесь стоит уже другой карбюратор другое седло вот изменения идут и как выяснилось эти изменения идут в не лучшую сторону так лучше наверное вот на эти мотоциклы на сегодняшние чтобы у вас была гарантия чтобы вам хотя бы когда вы намучаетесь или когда вас не будет устраивать потому что люди которые покупают первый мотоцикл особенно боксер они ведь его очень любят они очень его прямо пылинки с него сдувают кто-то наверное себя узнает и неплохо было бы чтобы в случае если что-то пойдет не так обратиться в дилерский центр рядышком где-то и чтобы вам заменили карбюратор как это сделали на украине товарищу вот то есть я считаю что нас на новый боксер желательно иметь гарантию иначе вам это потом обойдется в 5-6 тысяч замена карбюратора может быть еще что-то вскроется я не знаю но мое мнение таково что на боксер нужно иметь гарантию для этого нужно чтобы рядом был где-то дилер которому вы могли всегда съездить если дилер будет далеко за две тысячи километров за тысячу за полторы вы конечно никакую гарантию не продлите то есть вы сможете хотя бы разговаривать с дилером о чем-то если у вас будет гарантия на него если гарантия не будет если вы штампики а то не ставите с вами даже разговаривать не будут и скажут извините до свидания вот у нас есть правило в правилах все написано нет то нет гарантии дальше какие еще мотоциклы вот он замечательный мотоцикл доминар который я очень люблю на котором я уже 20 тысяч почти проехал великолепная резина она конечно подносилась но за 20000 она еще живая я думаю на следующий сезон не и хватит двигатели тут работает прекрасно мне повезло он работает хорошо все замечательно есть конечно у него после 20000 немножко начинает потеть крышка вот это вот видите запотевание появилась вот другая половина картера здесь тоже запотевание немножко видите из-под крышки картера течет масло запотевая она не течет она запотевает но мотоцикл прошел 20000 надо где-то может быть что-то подтянуть но в любом случае факт на лицо это я не придумал это вот так и есть это только то что я вот смог не сильно залазив двигатель вам показать что у меня с этим мотоциклом вы все знаете про ситуацию с передним тормозом то что он у меня бьет то что рывками тормозит мотоцикл такая ситуация у многих у многих владельцев баджач она проявляется те кто проехали 2000 конечно может быть такого и нету те кто не ездит на мотоцикле но те кто ездит после 10 после 12 тысяч такая ситуация проявляется и здесь уже неважно сейчас колодки это баджачевские такие отличаются они от ктм-овских или нет диски здесь какие-то не такие в любом случае гарантии у меня на этот мотоцикл нет и со мной уже дилер не разговаривает то есть штампиков о то прохождение то нету хоть и гарантия распространяется как они говорят только на двигатель там но вот эти тормозные диски тормоза не подходят под гарантию хотя как не подходят я то пытаюсь пытался еще сделать упор на то что это производственный дефект раз такое у многих проявляется с тормозами но пока ситуация не решилась в любом случае мотоцикл в целом меня устраивает но проблему с тормозами даже вы не будете обсуждать с дилером или не только с тормозами ну там еще с чем-то если у вас нет гарантии на мотоцикл если что-то проявится вот на 20 тысячах я вам показал подтеки за потевание масла и проблема с тормозами конечно это все обслуживается это все делается но уже не дилером если нету штампика фото если вы не ездите на каждое то с вами даже разговаривать не будут над вами посмеются скажут что да ты что какие тормозные диски ты сам все здесь загнул в любом случае когда у вас штампики есть это будет полезно в разговоре с дилером о гарантии вот еще у нас есть один товарищ avenger конкретно эта модель она еще молодая здесь 5000 пробега всего ничего про него плохого сказать не могу мы еще как говорится друг другу притираемся на нем еще будет багажник кофры и путешествие и так далее но у нас есть пример это путешественник никита он ездил в крым уже два раза на avenger на стрите да и первый раз он вроде съездил приехал и затарился запчастями все очень сильно он так рассказывал про то что на баджат на 99 rpm common целый ящик купил запчастей прокладки сцепления там все 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 пружинки пружинки прямо капиталку делать двигателя у него на тот момент где-то около 20 тысяч было пробега вот и он уже столько запчастей на покупал хотел его капиталить чтобы сделать такую профилактику мотоцикл на 20 тысячах хотя он у него ездил и в этом году он съездил в крым еще раз и все у него кончилось сцепление прямо в песках крыма где-то у него он уже сделал капиталку там в местном сервисе то есть там и сцепление и какая-то пружинка отвечающая за приклеить за переключение передач у него не переключались передачи она она разломилась у него из строя вышла сейчас там у него пружинка от какого-то китайского мопеда или мотоцикла вот то есть они уже открывали двигатели открывали его два раза как я понял много чего там меняли то есть капиталка двигателя уже была на 20 и грубо говоря пяти наверно тысячах представляете нам-то рассказывают что эти мотоциклы в индии ходят по 75 тысяч и там чуть ли индусы не грязными руками это все делают и там песок у них туда сыплется и все ничего по 75 тысяч они выходят но вот у нас есть реальный пример это не мой пример сам показал как на 25 тысячах он сделал капиталку мотора все это есть до в доступе и вконтакте и на его канале то есть что мы имеем получается что на этот мотоцикл тоже неплохо бы иметь гарантию мало ли что а чтобы иметь гарантию это опять надо ездить к дилеру и поддерживать то ставить все отметочки то есть получается так что не такие уж и надежно эти мотоциклы если ты начинаешь их эксплуатировать если ты проехал 1400 километров немножко покатался значит у тебя все в порядке мотоцикл этот красивый ты выкладываешь фотографии в куда-то там на форумах там в группах в этих где обмениваются фотографиями вот я стал обладателем вот я красивый такой немножко поездил но если ты путешественник вот как я например или как канал катись колесо да у вас вот возможны такие проблемы то есть вам неплохо бы иметь гарантию получается что никита сейчас запчастей на покупал от капиталил мотор все полностью за свои деньги вот ну у него потому что мотоцикл был бы ушный уж но он он его не новым брал там с маленьким пробегом но тем не менее если вы берете новый мотоцикл и рассчитываете на нем ездить имейте в виду мне казалось что avenger вот я на нем проехал 10000 вы знаете у меня был белый avenger и проблем никаких не возникло сейчас второй хозяин на нем ездит но это 10 тысяч а тот проехал всего что-то 500 километров за сезон мужчина в возрасте но тот кто проехал 23 25 вот у него уже капиталка мотора была то есть там что-то переломилась какая-то пружинка ну и замена сцепления конечно кто-то скажет там сцепление это расходники ну ради бога расходники ну вот пружинка переломилась значит все равно может возникнуть такая необходимость открывать двигатели капиталить его вот и давайте подытожим то есть на сегодняшний день мы имеем замечательные мотоциклы баджадж которые проходят свои какие-то километры люди на них ездят матерых путешественников не так много но те кто пытаются пройти за 10000 километров за 20000 километров у них так или иначе начинаются проблемы и такие пробеги получаются не за два года не за год даже у меня вот за три месяца такой пробег у никиты вот за два сезона то есть он катался катался столько там все и по пермскому краю накатался и в крым два раза съездил конечно пробег у него моментально получается на мой взгляд семьдесят пять тысяч такой мотоцикл вряд ли пройдет без капиталки без там надо будет много чего менять обслуживать и так далее и так далее может быть поршневая у него и отходит и там коробка как-то будет работать ну вот на стрите на этом на никите нам у него коробка не отходила какая-то пружинка подвела что мы имеем на боксере как минимум замена карбюратора по гарантии это уже факт факт на канале руслан вовчок нам показал как ему по гарантии поменяли карбюратор и там все прекрасно старый карбюратор поставили у доминара как минимум возникают проблемы с тормозами еще не известно диск ли это колодки лета или это суппорт может какой-то там то есть никто этим пока не занимался конкретно не обращались вот так вот чтобы разобраться с этой проблемой то есть нужна гарантия чтобы хотя бы иметь возможность диалога с дилером чтобы дилер просто вас не отфутболил нужна гарантия и нужна гарантия на avenger если вы турист если вы катаетесь а еще проблема ведь у avenger а было с обгонной муфтой когда была у них слава богу как его компания где меняли эту обгонную муфту мне повезло вроде бы у меня по pink по вин коду я смотрел попадал avanger под это но как-то меня обошло в стороной это обгонная муфта не испортилась она работает до сих пор у второго хозяина пару раз она проскальзывала пару раз но это прошло как-то я не знаю вот меняли делали то есть проблема с конвера была но ее заметили что это заводская проблема и меняли так и говорили что если у вас вин код проверяете если там какие-то циферки есть то вам это любой дилер должен заменить вы обращаетесь вам это должны поменять по гарантии вот это вот гарантия это гарантийный подход это плюсик как говорится баджаджу но в любом случае капиталка мотора на стрите капиталка это на 25 тысячах это не говорит о том что мотоцикл этот можно ставить рядом с именитыми производителями вот недавно мы ездили на закрытие сезона с нами ехал гусь бмв это ведь тоже мотоцикл тоже из металла делается из резины там и сцепление у него если все что хочешь и у него там мощный двигатель у него крутящий момент сильный там нагрузки огромные на все эти механизмы знаете какой пробег у этого гуся 180 тысяч 180 тысяч понимаете но он конечно и стоит вы скажете но то есть ходит мотоциклы вот такие вот пробеги возьмем например каких-нибудь эндуро туристов японских у них бывают продаются вот часто на аукционах можно посмотреть где продаются мотоциклы с пробегом в 58 60 тысяч пробеги вот такие вот это для туриста еще только можно сказать обкатка пройдена если вот этот раз свой пробег он еще нормальный нормальный то есть вы можете там резину поменять ну не знаю может быть диски сцепления поменяете действительно но каких-то явных проблем у вас не будет не будет потому что эти японские мотоциклы вот туристы особенно для них я говорю вот это вот пробеги это как обкатка пройдена и дальше вы можете 90 тысяч пройти на мотоцикле и это будет нормально конечно будет поношенный побитый там камушками и так далее и так далее но в целом мотоцикл будет вести себя как устройство надежно то есть вы я думаю не будете спорить с тем что если взять например в строн 650 или kawasaki versus проехать на нем 50 тысяч нормального трассового режима с опытным райдером и он у вас все в хлам превратится или нет представьте даже лучше что вот японский мотоцикл у вас на 25 тысячах вот вы его купили да и 25 тысяч вы на нем проехали и все и у вас капиталка мотор я учета себе такое слабо я такое еще нигде не могу не слышал ни от кого чтобы капиталили мотор на 25 тысяч в защиту баджаджа скажу что боксер который 2017 года прошел у нас уже 30 капиталки мотора там не было туда еще даже не лазили конечно у него началось запотевание этой головки цилиндра у него там крышечки вот эти вот все картерные где-то запотевание проходит немножко сопливит но 30 тысяч мотоцикл прошел маленький малокубатурный конечно у него там что-то может уже такое быть на это надо обратить внимание но когда как говорится мотоцикл вот взрослого класса доминар да и у него запотевание появляются ладно из под масляной крышки вы скажете ты ее не плотно прикрутил но ведь и поиспод левой крышки картера тоже сочится масло тихонечко потеет это ведь мотоцикл рассчитан на более серьезные пробеги не это же не мопедный мотоцикл то он же должен как-то не знаю большие мотоциклы у них и серьезные пробеги должны быть вот то есть я все это к тому что мотоциклы обслуживать надо и мотоциклы баджач какими бы они надежными не были у них все равно могут быть проблемы вы конечно можете в комментариях сейчас мне написать что вот ян пучков хает мотоциклы вот все для него было хорошо ну было хорошо я вам говорю что первый боксер был замечательный сейчас я уже боксер аванджа прошел доминар прошел и чем больше я углубляясь в эту тему тем больше я говорю что внимательнее надо относиться к этим мотоциклам случится может все что угодно то есть гарантия здесь важно если бы я покупал сейчас мотоцикл баджач я бы обязательно купил его рядышком у дилера где-то чтобы можно было к нему ездить и как-то разговаривать потому что слава богу у них есть вот группа вконтакте баджач раша там работают есть адекватные люди которым ты пишешь проблему была проблема и у моего подписчика с аванджером у него там какая-то вибрация стук двигателя было так далее из петербурга он обратился ко мне попросил помощи я ему говорю ну что я вам могу посоветовать я могу вам посоветовать обратиться а то есть дилер его постоянно они взяли у него мотоцикл что-то месяц его мурыжили что-то там перебрали вернули мотоцикл тоже самая проблема ничего не изменилось потом опять забрали потом у него уже три три или два месяца там стоял в итоге он уже не выдержал обратился ко мне я ему сказал вы обратитесь к дистрибьютору на баджач раша напишите вашу проблему он обратился и там быстренько быстренько начали что за дилер обратились к дилеру уже дистрибьютору ему видимо по настучали по голове и те даже начали писать моему вот этому подписчику с аванджером начали писать что вроде как зачем вы нажаловались на нас там дистрибьютору ла 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 вот такая вот представляете да фигня дилер питерский какой-то я не знаю какой уже не помню вот но проблему по моему решили он мне позвонил и сказал я спасибо вам огромное вы мне реально помогли я не знал куда обратиться а вот написал здесь и обратили внимание сказали что решат проблему и так далее в кратчайшие сроки ему то ли мотоцикл ему поменяли то ли двигатель новый поставили я уже не знаю то что человек пропал он сказал что да спасибо большое мою проблему решают вот то что дистрибьютор он все-таки может вам помочь и хорошо что есть такая группа баджач раша я еще раз говорю хейтером и к те кто не понял про что я говорю мотоциклы баджач замечательные они очень хорошие но это не ямаха это не хонда и это не бмв с их сумасшедшими пробегами не надо не надо хватать с неба звезды надо понимать что техника это бюджетно и было бы неплохо если ты за 310 тысяч покупаешь мотоцикл иметь на него гарантию вот я без гарантии слава богу что с этим мотоциклом у меня проблем практически нет и этот диск это ерунда да его можно новый купить если это диск он что-то 10 тысяч стоит всего потому что на тот же honda varadero литровый да ну супер мотоцикл там диски стоят по 30 тысяч вот эти тормозные но они ходят по 150 тысяч эти диски там не знаю по 50 тысяч точно есть с пробегами эти мотоцикли мотоциклы где эти диски родные и там по 80 тысяч у них пробеги к ним вопросов нет здесь он 10 тысяч стоит на баджадже это если нужно я поменяю я конечно его попытаюсь еще отшлифовать ну ладно это все полемика гарантии у меня нет и поэтому мне даже не поговорить с дилером то есть сам виноват и все вот я не говорю что я сейчас там хейт и так далее это не хейт вы же поняли что я вам объективную информацию говорю что проблема на боксере с карбюратором не только у меня проблема с тормозными дисками не только у меня и проблема с аванжером она возникла даже не у меня вот есть человек путешественник у которого на 25 капиталка двигателя и покупка запчастей как хорошо что есть индийские 99 рпм кум гарантия на баджадж важно покупайте мотоциклы рядом с собой чтобы мочь как руслан вовчок вот съездил к ним там 30 километров или сколько ему поменяли карбюратор очень неприятно оставаться в гараже один на один с мотоциклом красивым когда ты к дилеру обращаешься тебе говорят что сам виноват всем спасибо товарищи всего доброго